После того, как нефтяные цены всего за два дня подскочили почти на 6 долларов за баррель вверх, на рынке началось некое подобие отскока, и в этом нет ничего удивительного. Так как принципиально за эти дни ситуация на рынке энергоносителей не поменялась, не было никаких новостей, способных кардинально изменить положение дел на рынке. Так что рынок по большей части руководствуется исключительно техническими факторами, то есть после сильного роста неизбежно должен последовать отскок вниз, что сейчас, собственно говоря, и происходит. Итак, фьючерсы на нефть марки Brent в ходе интенсивного восходящего хода прибавили в весе около 5% от района уровня поддержки в 90 долларов за баррель. Вследствие этого котировка вплотную подобралась к уровню сопротивления в 95 долларов, где объем длинных позиций сократился. Это привело к отскоку цены вниз. Возвращение цены ниже отметки в 92 доллара может привести к усилению коротких позиций, что даст возможность продавцам повторить попытку пробоя уровня поддержки. Альтернативный сценарий будет учтен в работе лишь после удержания цены выше уровня в 95 долларов на 4-часовом периоде. В течение практически всего вчерашнего дня золото активно росло, и складывалось впечатление, что рынок будет стабилизироваться в довольно широком коридоре. Однако уже ближе к завершению торгового дня рынок развернулся на 180 градусов, и стоимость желтого металла упала даже ниже, нежели в начале дня. В итоге цены опустились даже ниже отметки в 1620 долларов за тройскую унцию, и тем самым становится возможным возврат к отметке в 1600 долларов. Предыдущая попытка снижения до этого уровня не увенчалась успехом, после чего последовал довольно уверенный рост, хотя даже среднесрочные перспективы желтого металла довольно печальны, так как крупнейшие центральные банки не намерены хоть как-то тормозить процесс ужесточения своих монетарных политик. А значит, что крупнейшие инвесторы и дальше будут уходить из золота именно в долговой рынок, что является главным фактором для снижения стоимости желтого драгоценного металла. Что касаемо российской валюты, то формально рубль стоит на месте. Однако нет ни одной попытки подняться выше отметки в 62 рубля за доллар, в отличие от периодических перескоков в направлении к 60 рублям за доллар. Да и после каждого такого скачка котировки хоть и поднимаются вверх, но все же оказываются немного ниже тех значений, на которых находились до этого. И все это, конечно, однозначно указывает на то, что инвесторы не видят ни одной предпосылки для ослабления российской валюты. Но и причин для стремительного роста пока тоже особо нет. Тем не менее, введенные в ответ на западные санкции еще несколько месяцев назад способствуют постепенному укреплению рубля. И пока ситуация радикально не изменилась, так что при прочих равных рубль будет постепенно, шаг за шагом усиливать свои позиции. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся!